Что нужно сделать, чтобы получить лупер? Сколько денег ты заплатил? Кому ты написал? Как ты это сделал? Хей-хей-хей, с вами Влад Наймушин, он же Влад Ней. Всем привет, ребята. Кстати говоря, микрофончик я спрятал здесь, тот самый, который недавно купил. Как получить лупер или галочку лайки? Я вообще не представлял и не знал, как это делается. Когда мне реально ребята писали, я писал, что я вообще не в курсе, мне просто сам лайк дал. Но я разобрался. Поговорим о том, как получить лупер, что для этого нужно сделать, как получить другие галочки. Но спойлер, забегая вперед, это не так просто. Конечно же, лупер не дается просто так, за красивые глаза, даже если они у вас красивые. Для этого нужно сделать определенные действия. Первое. Никакое копирование контента не прокатит, конечно же. Контент должен быть оригинальный. Ниоткуда не взятый, ниоткуда не скопированный. Особенно, если это не ваш контент, это вообще жесть. Позаимствованный. А, конечно же, оригинальный, тот, который вы сделали сами. Или хотя бы постарались и нарезали все это дело. Обязательно не забудьте, чтобы не было никаких водяных знаков других приложений. Второе. Важно, чтобы ваша камера была вот такой чистой, как у меня. Чтобы ваше лицо было видно, чтобы картинка была сочной. Как минимум, хотя бы используйте свет от окна и протирайте камеру. И, конечно же, не рукой, а вот хотя бы кончиком вашей футболочки. И настраивайте экспозицию. То есть, чуть-чуть ее опускайте вниз, чтобы она была красочной, яркой. Потом, кстати говоря, можно еще добавлять резкости. Это тоже улучшает картинку, добавляет ей сочность. Крутить контрастности, чуть-чуть убрать теней. Это все можно сделать прямо в телефоне, в стандартных настройках. И ваша картинка уже станет сочной. Третье. Никогда не снимайте через приложение. Лучше снимите отдельно. Потому что приложение портит всегда картинку. Что в ТикТоке, что в Лайке, что в Инстаграме. Камеры приложения всегда портят картинку. Если вы снимаете через обычную камеру, то, конечно же, картинка будет намного лучше. Плюс вы можете применить пресеты небольшие. Я, например, использую второй фильтр на самом айфоне. Картинка становится сочной, яркой и неповторимой. Как минимум, уже за эти лайфхаки можно поставить лайк. Не забудьте это сделать. Если вы вдруг первый раз на моем канале, подпишитесь. И, конечно же, напишите комментарий. Если для вас это видео уже является полезным. И оставайтесь здесь. Продолжаем. Четвертое. Ваша аватарка должна быть классной, сочной, яркой, незамыленной. Когда люди будут видеть, что у вас яркая аватарка, у вас классный контент. Они уже захотят посмотреть видео. И, например, подписаться или прокомментировать, или отправить другу, или еще что-нибудь. Когда у вас яркая аватарка, хороший яркий контент, это уже увеличивает шансы на то, чтобы ваши видосы стали набирать. Конечно, разных принципов больше, которые помогут вам улучшить и продвинуться. И если вы хотите узнать больше, то, конечно же, напишите. И я, возможно, придумаю следующую часть. Еще поделюсь какими-то прикольными принципами. Пятое. Ваши ролики должны быть динамичны. Смена кадра, смена положения, монтаж. Каждые 3-5 секунд что-то должно реально в кадре происходить. Что-то такое. Либо просто должна быть хорошая динамика по картинке. Вот пока что с принципами, касающихся видео, мы закончили. Теперь давайте перейдем к главному. Когда у вас хорошая картинка на видео, хорошая аватарка, есть динамика, все снято достаточно красиво и сочно, тогда уже можно говорить о галочках, о луперах и о прочих вещах. За что же дают лупер? Первое. Это когда у вас есть несколько видео, только 7-10, а лучше 12 или 15, которые уже хорошо набирали. Они должны быть хорошего качества. Они должны быть красивые, они должны быть яркие, они должны привлекать внимание. И, конечно же, такие видео начинают набирать. Второе. У вас может быть какое-то видео, которое набирает супер много просмотров, супер много лайков. Это видео, которое просто является само по себе каким-то странным. Вместо мозгов у тебя какашки. Оно набрало. Что я сделал? Я снимал это видео, и я нашел классную локацию. Я был с другом, выставил кадр, попросил его снять вот именно так. Как вы видите, в кадре я бегу, и камера идет за мной, и в конце я добегаю, и просто она становится. Зритель начинает смотреть на видос, он хочет досмотреть, что же будет происходить. Конечно, я мог его усложнить, мог куда-то добежать, я мог что-то сделать, но я просто добежал и остановился. Этого уже хватило, чтобы зритель задержался, лайкнул, выразил какую-то эмоцию, а комментариев было очень много, и лайков, конечно, было очень много, и просмотров. Именно за это видео лайк и дал. Еще раз, несколько, 7, 10, 15 видео, которые собрали очень много, 700-800 просмотров, и второе, видео, которое одним махом брало очень много. Это, конечно же, не говорит о том, что у меня потом не было видео, которые много набирали. На данный момент это самое большое и крупное видео. Неплохой результат. Кстати говоря, ребята, с прошлого видео, где я делал треки из лайка, прошла всего неделя, и на меня подписалось еще больше 600 человек. Это говорит о том, что значок работает, контент работает, и мое отношение работает к нему, потому что я стараюсь всегда качественно сделать, хорошо и интересно. Я не снимаю тренды, я ломаю тренды. Это еще один принцип. Если вы снимаете одно направление, снимайте его постоянно. Если это танцы, то это танцы. Если это тренды, то это тренды. Если это приколы, то это приколы. А так как у меня прикольные тренды, я иногда вставляю свои видосы. Ну, вы видели. Я разыгрываю какие-то повы. Это выглядит достаточно смешно, так как у меня уже есть мои подписчики, им нравится, они смотрят. И это продвигает мой видос. И в какой-то из дней, я помню, когда я увидел, я сам не понял, что это значит. Потом я стал смотреть и понял, что это какой-то новый знак отличия. Сегодня, кстати, как я узнал, можно получить серую галочку, синюю, и раньше была золотая, потом она исчезла. Буквально вот недавно. Почему очень сильно хотел галочку? Дальше, если ты имеешь галочку в какой-либо из соцсетей, тебе проще получить галочку в других социальных сетях. То есть, в Телеграм-канале, в том же самом даже ТикТоке, если получится дописаться. Конечно же, большие известные блогеры получают эти галочки быстрее. Потому что их контент набирает, они в других социальных сетях сообщают, что вот у меня, я здесь зашел, все-все-все. Они туда переходят, это все форсится. Конечно же, это круто расходится. Ты в считанные дни получишь свою галочку. За колоссальнейшую активность. Какие преимущества дает Лупер? Определенного рода охват сразу же на видос. Потому что социальная сеть проталкивает ваш видос из-за знаков отличия. Это, конечно же, уже хорошо. Чуть-чуть развязывают руки, но не настолько, чтобы вообще не стараться. Конечно же, стараться нужно и делать то, о чем я говорил. Второе, это, конечно же, престиж. Когда люди видят, они... Меня лайкнул тот-то. Мне ответил тот-то. А-а-а, ничего себе, такой чувак заветил меня. Когда ты видишь такую реакцию, это круто. Следующее, это, конечно же, выводить финансы, смотреть рекламу и тоже выводить. Это, конечно же, большой плюс и классная поддержка для авторов. Ну и, конечно же, как я сказал, это все продвижение ваше дальнейшее. Люди, конечно же, охотно подписываются на человека, у которого есть знаки отличия. Раз социальная сеть дала эти знаки отличия, значит, это чувак или чувиха, крутая или крутой. Пишите, если бы вы хотели, чтобы я еще сделал ролики на эту тему, поподробнее рассказал каких-то принципов и напишите о каких. Введем итоги. Ваш контент должен быть очень крутой, снят, качественно, с хорошим светом, с хорошей динамикой. Кстати, и подписи будет классно, если вы будете какие-то писать такие провокационные. Перегибайте, конечно, палку так, чтобы захотелось просто посмотреть. Я упал. И что-то вот это. Очень цепляет людей, когда они заходят просто в профиль. Когда у вас уже хорошая картинка, то вас начинают смотреть и, конечно же, ваши видосы начинают расти в лайках, просмотрах, комментариях. Через то, социальная сеть замечает, что вы какой-то прикольный, классный, начинает следить за вами. И если вы подтверждаете все те вещи, про которые мы с вами говорим, социальная сеть вас награждает всякими вот такими штуками. И вы получаете кучу разных привилегий, про которые я тоже сказал. Наверное, не про все, потому что про эти привилегии я расскажу в других видео. Ну что, с вами был Влатней. Микрофон. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик, ждите новые видео и делитесь с друзьями. Пока-пока. Опять это буду резать просто нереально какое-то количество. Не скопирую. Третье. Пятое. Господи, а что, пятое? Пятое. Ой, я перри порежу, это все просто трешаще. Ваши ролики должны быть динамичны. Пятое. Вот это будет. Субтитры подогнал Игорь Негода. Пятое. Продолжение следует...